Наш рассказ пойдет о реставрации древней египетской погребальной маски Маху из собрания Пушкинского музея. В мастерскую реставрации полихромной скульптуры маска поступила в аварийном состоянии. Тканевая основа была сильно деформирована, что привело к многочисленным отслоениям паволоки и грунта с красочным слоем. Процессу реставрации предшествовал тщательный осмотр и описание состояния сохранности. На следующем этапе с помощью ватных палочек были удалены поверхностные загрязнения и определены места отбора проб. При изучении маски микропробы были отобраны в местах, которые вызвали наибольший интерес. Крошечные частицы были пронумерованы. Для дальнейшего исследования каждая проба помещалась в отдельный конверт из кальки. Техника технологические исследования, проведенные с участием специалистов Центра имени Грабаря, позволили уточнить технологию создания этого уникального памятника древнеегипетского искусства, а также определить оптимальную методику его консервации. Сначала все отобранные пробы были зафиксированы фотографически, а затем исследованы под микроскопом в физико-химической лаборатории. Элементный состав был определен с помощью рентгенофлуоресцентного анализа. Идентификация молекулярного состава проб осуществлялась микрохимическим капельным методом посредством инфракрасной фурье-спектроскопии. Таким образом, был определен состав всех проб и сделано стратеграфическое описание поверхности маски. На первом этапе работы реставраторам были подобраны составы для удаления поверхностных загрязнений. Особенно кропотливая и тщательная работа была связана с утоньшением потемневшего лакового покрытия. Поверхность маски очищалась миллиметр за миллиметр, благодаря чему открылось качество оттенков и цветов древнеегипетской маски эпохи Нового Царства. Одним из важнейших этапов работы стало укрепление отслоившихся и поврежденных фрагментов маски. Для этого с оборотной стороны была подведена дублировочная ткань, на которую подклеивались отделившиеся фрагменты. После укрепления поврежденных фрагментов была проведена мастиковка отдельных участков маски с изнаночной стороны. Для дальнейшего хранения и экспонирования погребальной маски Маху художник-реставратор изготовил специальный ложемент, предохраняющий памятник от деформации. В процессе изготовления учитывались все особенности поверхности памятника. Это обеспечило плотное прилегание маски к ложементу. На заключительном этапе работ ложемент тонировали в нейтральный цвет, оптимальный к цветовой гамме маски. Владельца этого предмета, земледельца храма Омона, не стало три с половиной тысячи лет назад, но маска сохранила его портретные черты. В загробном царстве умершего должны были узнать по этой маске, а также по изображению на саркофаге и забрать в вечность. Продолжение следует...